Сельское поселение Барсово Сургутского района. Так выглядит стандартная антитеррористическая проверка. Специалисты районной антитеррористической комиссии совместно с правоохранительными органами инспектируют спортивные объекты. Проверяют всё. Камеры видеонаблюдения, документацию, эвакуационные входы и выходы. Систему охраны, тревожную кнопку и, конечно, знание местных сотрудников. Каждый, кто отвечает за безопасность в этом здании, должен наизусть знать все действия в случае потенциальной террористической угрозы. К объектам массового пребывания у специалистов особые требования. Трагические случаи в последние годы в школах страны показали, что всем службам надо быть максимально готовым к любому повороту событий. А значит, и проверки учреждений должны быть не для галочки. В Сургутском районе это прекрасно понимают. У нас было проведено более пяти именно практических мероприятий, более пяти именно проверок, скажем так, учреждений образования. Они у нас были запланированы, но они у нас были внезапные. То есть мы заранее не говорили никому, что да, в этом году, в этом месяце, именно в этот день на территории такого-то образования, в таком-то муниципальном образовании, в территории такого-то учреждения, у нас будет проведена проверка такого-то учреждения. Мы сотрудниками Росгвардии, мы сотрудниками МВД, мы с участием еще некоторых представителей иных ведомств, мы выезжали на объект, мы смотрели, как реагируют непосредственно сотрудники охраны, частного охранного предприятия, как реагирует педагогический коллектив, как реагирует директор, либо завуч. Соответствовать требованиям и стандартам антитеррористической безопасности нелегко. Из года в год они становятся более жесткими. В том числе к сотрудникам охранных предприятий. Сотрудники ЧОПа должны четко знать все действия в случае угрозы. Комплексно мы проверяли и работу частных охранных предприятий, мы проверяли на знания сотрудниками ЧОПов алгоритмов взаимодействия, мы проверяли непосредственно о том, что они должны знать, куда надо звонить, какую информацию нужно преподносить, в какой форме преподносить, какие должны быть действия. То есть полностью весь алгоритм взаимодействия и информирования их действий в случае какого-либо чрезвычайной ситуации. В этом году, кроме образовательных, спортивных и культурных учреждений, тщательные проверки подверглись объекты коммунального комплекса, обеспечивающие жизнедеятельность поселений Сургутского района. Котельные, сети водопровода и канализации, тепловые и электрические сети, объекты благоустройства, другие сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры. Замечания, которые у нас имелись, они имелись больше технического характера, потому что где-то, ну, мы все понимаем, что техника есть техника, где-то камера может барахлить, где-то проводок отойдет, где-то что-то будет, какой-то ракурс нет, где-то записи будут, где-то какое-то там в силу коррозии еще чем-нибудь там заборчик поломался, да, там либо какие-то, ну, детишки игрались, либо кто-то там не специально там машину разворачивал, задел. Да, то есть такие технические элементы у нас присутствовали. Ну, опять же, повторюсь, все недостатки, которые были нами выявлены в ходе комиссионных обследований, в ходе проведения проверок и встреч, они все у нас устранялись либо в рамках проведения данных мероприятий, либо непосредственно в короткие сроки после их проведения. Кроме того, специалисты Управления общественной безопасности администрации Сургутского района периодически проводят на объектах полноценные антитеррористические учения. Вот пример того, как практические навыки отрабатывали в Ленторской школе номер 3. Неизвестный мужчина пытается попасть в школу, угрожает оружием. На охране в этот момент уже нажимают тревожную кнопку. Сигнал поступает напрямую в территориальное отделение Росгвардии. По всем этажам раздаются объявления с предупреждением об опасности. Дверь забаррикадировать телефоны на беззвучный режим и притаиться в конце кабинета, пока не услышите сигнал об отмене опасности. Он поступит, как только преступника обезвредят. Благо, бойцы Росгвардии оперативно прибыли на место ЧП. Вот так, максимально приближенно к реальным действиям, отрабатываются в Сургутском районе действия претерантов, вооруженных нападениях, пожаре и любого рода ЧАЭС. В связи с последними трагическими событиями в стране, современные школьники очень ответственно и осознанно подходят к тренировкам и урокам ОБЖ. Знают, что это далеко не игры, а реальность. В нашей школе еженедельно проводят уроки ОБЖ, где мы изучаем, как себя вести при разных нападениях, террорических актах, как себя правильно обезопасить. Все мои одноклассники с удовольствием изучают это, потому что все знают, как это важно. В практических тренировках участвуют все, от детей до сотрудников. Эти занятия проводятся регулярно, уже с участием различных спецслужб, на протяжении всего учебного года. Проверку на предмет безопасности проходят и сами здания. Также специалисты администрации проводят большую профилактическую работу. Проводятся разъяснительные мероприятия для руководителей образовательных организаций, для руководителей, для педсостава, по действиям при различного рода чрезвычайных обстоятельствах, в том числе при вооруженном нападении. В Сургутском районе 67 объектов образования. Везде стоят камеры, турникеты, тревожные кнопки, сигнализация. В октябре по распоряжению губернатора в Югре усилен пропускной режим в школах и детских садах. Ограничен даже вход родителей учеников. Но взрослые к строгим мерам относятся с пониманием. Родители допускаются в образовательную организацию на родительские собрания, на проведение массовых мероприятий, только по спискам, заранее предоставленным классным руководителям на пост охраны. И при обязательном предъявлении удостоверения личности. В текущем году в Сургутском районе проведено порядка 150 практических тренировок в школах. Они охватили более 30 тысяч человек. Сургутский район также поучаствовал в масштабных антитеррористических учениях, которые проходили на территории Югры в середине сентября. В частности, по легенде, произошел тиран. Взрыв в одном из зданий. Пострадали люди. У одного из них закрытая черепно-мозговая травма, ожоги, переломы. Врачи вводят ему обезболивающее. Накладывают шину. Укрывают термоодеялом. Остальные тоже заняты делом. Пожарные тушат огонь. Дознаватели осматривают места взрыва. Фотографируют. Допрашивают свидетелей и очевидцев. Преступления связаны с большим количеством жертв, к сожалению. Большим количеством очевидцев. Соответственно, работы различных служб. И силового блока, медики, муниципальные службы. Поэтому задача семинара научить наших сотрудников организовать работу в условиях такой стрессовой ситуации и в условиях цепнота временного организовать правильно на месте происшествия и организовать взаимодействие именно с другими службами. Все службы района, участвовавшие в масштабных учениях, отработали на пятерку. К примеру, вовремя прибыла скорая, пожарная. Также были оперативно развернуты мобильные пункты помощи пострадавшим. Помимо этого, многие крупные события и праздники в Сургутском районе проходят под присмотром специалистов общественной безопасности. В администрации актуализируют реестр праздничных мероприятий, которые проходят в поселение. Составляют график дежурств. Выезжают в поселение и отслеживают качество охраны общественного порядка. И анализируют работу оперативных служб в местах массового пребывания людей. В последнее время эта работа в том числе ведется в режиме онлайн. Мы одни из первых, несмотря на то, что мы не входим в этот проект пилотный, мы подключились к аппаратному промышленному комплексу «Безопасный город». То есть у нас на территории Сургутского района имеются 9 мест массового пребывания людей, которые у нас обеспечены полностью камерами видеонаблюдения. И в рамках данного проекта «Безопасный город» у нас было заключено соглашение с Ростелекомом и непосредственно картинка, установленный, налаженный видеопоток, хорошая качественная картинка. И вся информация с этих мест массового пребывания людей у нас поступает непосредственно в прямом режиме онлайн на ЕДДС Сургутского района. Что же касается работы по профилактике терроризма, экстремизма и деструктивных течений, то здесь каждое образовательное учреждение и муниципалитет выбирает свой путь. В некоторых школах действуют отряды юнармии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения. Они занимаются строевой дисциплиной, а также проходят курсы, подобные начальной военной подготовке. Сегодня эти ребята не остаются в стороне от актуальных событий, спецопераций. Пишут письма солдатам, снимают патриотические видеоролики. А еще собирают информацию о тех, кто ушел защищать честь Родины. Они действительно прониклись этим вопросом и сейчас собирают очень большую картотеку тех, кто ушел отстаивать нашу Родину. И я думаю, что когда все закончится, ребята представят итоги своей работы. Я думаю, что мы получим большой, еще один масштабный проект. Вместе с полицейскими и общественниками специалисты Управления общественной безопасности выезжают в местные школы, где общаются с подростками. Эксперты рассказывают ребятам, как не попасться на удочку вербовщиков, что такое терроризм и чем он опасен, чем опасны наркотики и многое другое. Работа ведется во взаимодействии с педагогами. Ведь именно они могут первыми почувствовать неладное в поведении того или иного ученика. Работа по профилактике терроризма в Сургутском районе ведется на всех уровнях. В каждом поселении и образовательной организации есть ответственный за это направление специалист. В районе действует межведомственная рабочая группа по оказанию помощи семьям несовершеннолетних, попавших под влияние радикальных течений. Также в этом году Управлением общественной безопасности администрации Сургутского района была проведена оставшая уже традиционной районная конференция под названием «Профилактика экстремизма в Сургутском районе». Данное мероприятие мы проводим традиционно, то есть, как вы уже сказали, это четвертое мероприятие. И, знаете, шаблонным такое мероприятие сделать не получается никак, потому что из года в год перед нами ставят какие-то, знаете, новые задачи, новые вызовы, новые цели. И поэтому все же не стоит на месте. Мы постоянно адаптируемся под современные тенденции и подстраиваемся. В конференции приняли участие около 700 человек. Это федеральные эксперты, специалисты в области профилактики терроризма и экстремизма, общественники, педагоги, религиозные деятели. Проходила конференция в гибридном формате. Основные спикеры и участники собрались в здании многофункционального культурно-досугового центра в Барсово. Другие эксперты подключались в онлайн-режиме. Модератором конференции стал член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Андрей Худалеев. Мы же предупреждали, ведь тенденции, их видно в социальных сетях, какие настроения. И где-то там, где, скажем так, тонко, там и рвется. Если мы недооцениваем в данном случае, не даем вовремя каких-то оценок, не говорим жестких и прямых определений, то там обязательно прорвется. Если не в том виде, что постреляют, условно говоря, там своих одноклассников или бывших одноклассников, там учителей и так далее, это может проявиться в совершенно другом виде, но проявится однозначно. Потому что то, что мы говорим, экстремизм-то в первую очередь это ненависть, и мы сегодня на конференции как раз говорим об идеологии экстремизма, формирование ненависти. Оно у нас активно формируется, причем я опять же подчеркиваю, в данном случае с большим иностранным давлением. Участники конференции пришли сюда за знаниями, хотя у некоторых уже есть опыт работы в этом направлении. Ежегодно муниципалитет разыгрывает грант главы Сургутского района. Лучшие проекты получают финансирование, чтобы реализовать свои идеи. К примеру, молодые активисты снимают видеоролики о том, как действовать в школе в случае возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. В 2022 году мы выиграли грант главы Сургутского района. Проект называется «Этносеть». Это интернет-проект. Мы создали сеть ВКонтакте, которая рассказывает о красоте, традиции и национальностей, которые проживают на территории Ханты-Масийского автономного округа. В этот проект включена студенческая молодежь, включены представители диаспор Сургутского района и города для того, чтобы консультировать нас. Уже сегодня с нами вместе работают группа из 10 студентов, с нами работают представители диаспор. Уже сегодня мы создали студию, в которой мы записываем видеоматериалы. Комплексная работа по профилактике терроризма дает результат. За последние несколько лет в Сургутском районе не зафиксировано ни одного случая проявления терроризма, как уголовного преступления и уж тем более вербовки в ряды радикальных течений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова